Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я хочу представить, меня зовут Маша. Спасибо, что смотрите. Хочу рассказать вам еще, показать, как вы работали еще над одним классным проектом. Это офисный стол, был сделан по заказу. В таких интересных цветах, желтый и оранжевый, это корпоративные цвета клиента. Вот с такой ножкой, достаточно сложный проект, но мы справились. Здесь он немножечко полугруглый, закругляется из каплого карагача, эпоксивной смолы, как всегда. И вот такой панон тоже в корпоративных цветах, в зеленом и в оранжевом. Кому интересно, оставайтесь, покажу весь процесс создания этих изделий. И поехали! Как обычно, для начала мы должны подготовить короб. Мы проклеиваем скотчем боковые части нашего короба. И внизу у нас будет лежать линолеум. От него прекрасно отходит достывшая смола. Делаем размер, который нам необходим нашего короба. Все приструбциниваем. Вот на каждом уголочке у нас струбцины держат наши рейки боковые. И обязательно не забываем про уровень. Итак, когда у нас хороший уровень, когда мы выстроили все правильно по размерам, мы проклеиваем с внутренней стороны. Замешиваем эпоксидную смолу. В этот раз мы будем работать с густой эпоксидной смолой, так как у нас в реке будут присутствовать два цвета, зеленый и оранжевый. Постепенно колеруем нашу эпоксидную смолу. Слэбы мы уже положили в наш короб. Сделали вот такие вот две плотины, чтобы сразу у нас не смешивались два цвета. Оно, конечно, не на 100% как бы останавливает нашу эпоксидную смолу, но, по крайней мере, гораздо все медленнее произойдет. Цвет зеленый менее насыщенный. Во второй этап мы сделаем более насыщенный зеленый цвет. По центру нам осталось долить. И вот, можете посмотреть, с двух сторон мы заливаем оранжевую. И по центру мы заливаем зеленую эпоксидную смолу. Это желание было нашего клиента совместить два цвета. Убираем наши плотинки. Эпоксидная смола не успела смешаться до конца. Доливаем нашу эпоксидную смолу. И потом рисунок мы уже будем делать, заканчивать с помощью нашей лопатки. С густой эпоксидной смолой нужно аккуратнее. Чаще всего желательно перелить с одного ведра в другое, так как сложно промешать по краям ведра всю эпоксидную смолу. И когда в конце мы начинаем ее выливать и сошкребая с стенок ведра, то эти части эпоксидной смолы очень часто могут не ствердеть. Имейте ввиду, мы с такой проблемой сталкивались, поэтому мы сейчас чаще стараемся переливать с одного ведра в другое, чтобы вся эпоксидная смола была промешана. Итак, вот мы придаем рисунок нашему, нашей столешнице. Тут сразу заливается и столешница, и ножка. Мы зря распилили заранее, можно это было сделать после, потому что мы думали заливать отдельно. Но так как нужно нам единый цвет, чтобы был переходящий из столешницы в ногу, лучше заливать, конечно, это в одном коробе. Вот, вывели мы, значит, рисунок. Вот такие вот у нас волной переход оранжевого цвета в зеленый. Ну и оставляем его засыхать. Вот в итоге что у нас получилось. На видео цвет более оранжевый получился. На самом деле он такой идет розовато-лососевый такой большой цвет. Ну, по-моему, очень даже красивый. Думаю, что рисунок останется такой, надеюсь, и никуда не поплывет. Да, и, конечно, забыла сказать, что не забываем избавляться от пузырей. Первый раз мы это сделали с помощью горелки, но не советую так делать, потому что очень часто смола начинает подгорать. И если приглядеться, такие мелкие черные кусочки сажи остаются внутри. Лучше делать это с феном, можно строительным, можно обычным. Итак, спустя трое суток, хотя, по-моему, даже меньше, густая смола засыхает быстрее, мы заливаем следующий слой, финишное покрытие. Оно у нас из жидкой смолы, прозрачное полностью идет. Проливаем все дырочки, делаем топовый слой. Здесь мы уже выгоняли пузырьки с помощью фена. Это обязательно не забывайте, потому что очень портит внешний вид, если где-то остаются некрасивые пузырьки. И залили всю полностью поверхность вместе со слэбами, чтобы пропитать все маленькие дырочки. Да, и все-таки феном намного лучше и безопаснее избавляться от пузырьков. Рекомендую. Самый горячий воздух и не сильно большой поток делайте, и все прекрасно уходит. Параллельно мы еще готовим панно. Оно у нас будет тонкое, около двух сантиметров. Твердая смола сохнет быстро, тоже в таких же цветах оранжевый и зеленый. Короб делаем таким же способом, как и для стола. Тоже делаем небольшие дамбы и выливаем оранжевый и зеленый цвет в таких же примерно пропорциях, как и в столе. По центру зеленый, по краям у нас и оранжевый цвет. Итак, также убираем наши плотинки. У нас он уже падает. И потом придаем форму нашему рисунку с помощью лопатки. С густой смолой очень просто работать, можно не переживать, что она смешается. Просто выводим линиями те направления, куда нам надо. Итак, заканчиваем придавать форму нашему рисунку. Сильно не переусердствуем, чтобы не было смешивания. И, конечно же, не забываем выгонять пузырьки. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Смола достаточно прозрачная. Оставляем высыхать на пару дней. Далее вот у нас готов уже наш стол. Буквально так 3 или 4 дня у нас прошло. Мы открываем короб. Снимаем наши рейки. И с панно тоже самое. Освобождаем от наших рейк. И достаем изделие из нашего короба. Затем нас ждет интересный процесс создания монтажа нашей ножки. К сожалению, мы по техническим причинам не смогли сохранить видео, как мы отпиливаем. Но мы это уже сделали. У нас циркулярная пила с направляющей. Позволяет отпилить под углом 45 градусов нашу столешницу. Что мы уже сделали. И получили вот 3 детали у нас. Отдельная столешница, отдельная ножка и наше панно. Итак, подшлифовываем спиленные торцы, получается, столешницы и ножки. Чтобы более ровный был везде спил. Мы уже наделали отверстия для чопиков. Но они под неправильным углом. Поэтому я про них пока ничего не говорю. Мы делаем дополнительные отверстия. Эти отверстия нам не понадобятся. Мы их потом заделаем. В общем, рулеткой мы намечаем, где мы будем делать новые отверстия, которые будут. Вот под таким углом мы делаем дырочки. Примеряем. Мы смотрим, чтобы щель была не такая большая. Вот у нас сейчас еще достаточно широкая щель. Сбоку видно хорошо. Нам надо... Мы сверху посмотрели, где у нас по центру стык намного больше. Ну, то есть, плотнее лежит. А щель по краям, она достаточно большая. Поэтому мы с внутренней поверхности, ну, как бы с серединки, получается, и с центра будем еще сошлифовывать немного. Вот где эпоксидная смола и ближе вот к слэбам, тут у нас вот немножечко получается криво. Поэтому мы подшлифовываем. Намечаем линеечкой, где наши отверстия будут сверху и с боков, чтобы было одинаковое расстояние. Примеряем на чопике нашу ножку и опять проверяем нашу щель. Вот, сейчас уже стык намного лучше, видите, намного плотнее. Подшлифовывали мы, на самом деле, несколько раз. Я не стала это показывать, чтобы вот добиться такой достаточно узенькой щели. Садим на клей наши чопики. Ненужные отверстия тоже заделываем. Это клей по дереву. И примеряем опять нашу ножку. Теперь нам показалось, что из-за того, что клея много, теперь щель тоже более... Ну, не стала такой узкой, потому что теперь много клея. Мы спиливаем остатки клея ненужного, подшлифовываем, чтобы было все идеально ровненькая поверхность. И снова немножечко очищаем дырочки и заново будем их проклеивать. Итак, наши чопики на месте. Мы их плотненько забиваем кувалдой. Садим также на клей по дереву. Вот, примеряем нашу ножку. В очередной раз мы ее и стоя посмотрели, и лежа, чтобы везде у нас была одинаковая щель. Смотрим. Вот, максимально щель мы добились вот такой. Она все-таки хотелось бы ее поуже, но мы решили, что мы будем все это проклеивать. Вот здесь вот видно немножко все-таки, что она есть. Но из-за того, что у нас клиент хочет сделать полукруглый бок, мы это все спилим. И у нас как раз где эпоксидная смола, эта щель не будет так заметна. Проклеиваем все хорошенечко герметиком, чтобы эпоксидная смола, которую мы прольем вниз, не вытекла. Проверяем угол, чтобы он был обязательно 90 градусов. Здесь мы специально поставили слэп, чтобы немножечко придержать нашу ножку. Подготовили смолу и заливаем прозрачный раствор в саму щель. Шпателем или палочкой мы помогаем ей туда пробраться. Смотрите, чтобы обязательно во всех щелях она у нас была. Итак, через несколько дней, когда смола полностью отвердела, мы приступаем к процессу шлифовки. Шлифуем, как обычно, от грубой 250 до 1000 шкурки. И далее проходим еще полиролью. Вот тут вот видно нашу щель, которая вот у нас пропиталась. В принципе, ее уже спилили, обработали, она уже, видите, не совсем так сильно бросается в глаза. Вот так она выглядит сбоку, полукруглый такой спад, как водопад получился. Вот, по-моему, выглядит очень даже неплохо. Итак, обрабатываем все маслом. Обычно мы берем масло Борма немецкого производства и покрываем. Мы покрываем вместе с эпоксидной смолой, но эпоксидную смолу можно не покрывать маслом, покрывается только дерево. Желательно это сделать на несколько раз, на 2-3 раза. По-хорошему вообще, когда прошлись только грубой шкуркой, пропитали, дали постоять и потом проходим уже другими шкурками. Вот, панно точно так же мы обрабатываем маслом. Очень любим этот процесс. Дерево показывает всю свою фактуру. Очень красиво. Вот такой вот результат мы получили. По-моему, очень даже супер. Клиент доволен. Мы довольны. А если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет очень приятно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok